Скажите, а где шьётся ваша одежда? Потому что для того, чтобы продавать её в 300 магазинах, да, 300, её же нужно где-то шить. Да, я очень рада, что вы меня спросили этот вопрос, потому что совершенно недавно в нашей компании произошло очень такое важное для нас событие, чем я очень горжусь. Мы открыли своё собственное производство. Всего два часа от нашей дизайн-студии в городе Озёры. И на данный момент там уже работает 450 человек. Но я слышала, что изначально ваши заводы находились в Китае. То есть они по-прежнему там работают? Это были не наши заводы, это места, где мы размещали заказы. Это наша мануфактура, которую мы открыли в России. Это вот наше первое собственное производство. Вы имеете такой большой рынок. Вы представлены в Китае? Некоторое наше производство в Китае, но у нас там нет студии стиля на данный момент. Этот рынок нам очень интересен, мы планируем в будущем туда двигаться, но не на данный момент. Ну хорошо, вот вы как руководитель, да, хорошо зарабатываете? Ну мне кажется, для меня, конечно, очень важно, чтобы... Наверное, самая большая для меня задача, это чтобы развивать оба моих бренды, чтобы их всё больше и больше они были востребованы, их представлять на новые рынки. Это для меня, наверное, самое такое важное. Асиль, я знаю, что в прошлом году тебя назвали одной из самых богатых, богатых звёзд казахстанского шоу-бизнеса и сказали, что ты зарабатываешь почти миллион долларов в год. Вот если у Киры в год в обороте 100 миллионов, у тебя в год ежегодно ты получаешь около миллиона. Это правда? Нет, конечно, это неправда. Я не знаю, почему ты написали. А откуда такая цифра? Не знаю. Это для меня загадка. Я сама была удивлена, честно говоря. На самом деле, я очень часто замечаю, как возникает, наверное, у тебя то же самое, когда возникают какие-то цифры, кто-то их, не знаю, придумал, написал, и я на них смотрю, и первый раз это вижу, и не понимаю, откуда вообще это... Берётся. Да, откуда это берётся. Ты не пыталась, да, как-то опровергать эту информацию? Ну, что мне делать? Нет, я пыталась, я писала в Твиттере, я попросила газету Экспресска написать опровержение, но, конечно, если материал о том, что я зарабатываю около миллиона, был на всю страницу, на всю лицевую страницу, то опровержение было, ну, знаешь, размером в маленький абзац. А сколько зарабатывает на самом деле Асиль Сагатова? Это, скорее всего, наверное, такой творческий процесс больше, чем финансовый, потому что, я опять-таки повторюсь, я снимаюсь там, где мне нравится, и... То есть деньги для тебя не играют, да, первостепенную роль? Что касается кино, это, скорее всего, вторичный вопрос, всё-таки, потому что мне сам нравится съёмочный процесс, я получала огромное удовольствие, снимаясь в кино, поэтому деньги – это уже второе. Ну, ты одна из самых востребованных актрис на казахстанском кинорынке, да, скажем так. Если завтра молодой начинающий режиссёр захочет пригласить Асиль Сагатова, вот сколько он в бюджете должен предусмотреть, да, для тебя? Я думаю, в первую очередь он должен озвучить свою идею, дать прочитать синопсис и затем сценарий. С какой суммы начинается старт? Нету такого, с какой суммы начинается. Ну что, неужели за тысячу долларов согласишься сниматься в кино? Посмотрим. Мне кажется, зависит, наверное, от какого кино. Зависит от идеи, да, от какого кино. Скажите, Кира, а как складываются ваши цены? Вот платье, которое сейчас на вас, вот сколько оно стоит в доллар? Я, если честно, у меня столько придумывая платья, я точно не помню, сколько это платье стоит. Ну, в среднем, вот это же люблю, Кира Васильевна. Да, ну, бренд, люблю Кира Пластинина, наверное, такая вот самая средняя цена будет. И я могу ошибаться, потому что каждый сезон это немного меняется в зависимости от ткани, сезона, зима всегда. Немножко больше, чем лето, но, наверное, за долларов 300 можно... 300 долларов, да? Да, ну, зависит. Есть платья, есть и более дорогие, есть и более платья на каждый день. А теперь сейчас тоже же ваше платье? Да, тоже много. Оно тоже где-то в районе 300 долларов? Нет, я не говорю, что это конкретно это платье, я просто говорю примерно, сколько это может быть. Но есть и какие-то более вечерние платья, которые могут быть и больше, наверное, тысячи долларов. Это все зависит... Наверное, самое большое... Больше всего это зависит от той ткани, которую я использую. И очень часто, ну, вот, к примеру, на обоих этих платьях это наш собственный принт, который мы разработали, а, инхаус. И, конечно, когда ты заказываешь, чтобы нанесли принт, твой собственный уникальный принт на определенную ткань, то, конечно, и цена из-за этого растет. Вот, поэтому образование цен – это такой очень тяжелый процесс, который каждой вещью... Кира, ну, не всем же ваша одежда нравится. Вот как вы относитесь к критике? Мне кажется, тем... Я очень благодарна тем, кому моя одежда нравится. Ну, конечно, у всех... Кусы разные, да, кусы разные, поэтому... Всем не угодишь. Да, всем не угодишь, и меня абсолютно не обижает то, что кто-то выбирает каких-то других дизайнеров. Это я прекрасно понимаю. Мне тоже какие-то вещи нравятся, какие-то не нравятся. Я вот помню, что в начале вашей карьеры, когда вы сделали свою первую коллекцию, что критики было очень много, что говорили 14 лет, наверняка не сама, это все пиар и прочее. Вот, наверное, в 14 лет, как только открылся первый магазин, был, наверное, самый такой для меня сложный момент, и мне просто к этому нужно было привыкнуть, подумать на эту тему, как-то это для себя осмыслить, да, осознать. Но очень часто, особенно то, что пишут в интернете, это люди, которые, к сожалению, не знакомы ни с моим творчеством, ни со мной лично, и они пишут и критикуют некий, наверное, образ, который они обо мне себе создают. И обращать на это внимание достаточно глупо. Но, конечно, я к критике прислушиваюсь только, наверное, конструктивно и тех людей, которые работают в фэшн-индустрии и действительно профессионалы своего дела. Аселя, а как ты относишься к критике? Я сейчас слушала ответ Киры, и я полностью солидарна с ней в этом вопросе, потому что действительно, почему мы должны обращать внимание на тех людей, которые просто сидят, возможно, у кого-то плохое настроение, возможно, кому-то в этот момент просто делать нечего, возможно, кто-то захотел просто насолить. Ну, неизвестно, людей много, и я не обижаюсь. Ну, это действительно глупо, обижаться на такое мнение. И я на самом деле тоже прислушиваюсь к конструктивной, оправданной критике. И людей, которые знают, о чём они говорят, и зачем они говорят это. То есть вас бесполезно критиковать, получается, так? Нет. Это неправильно перевернули. Трактовка, да? Да, неправильная трактовка нашего ответа. Это больше, скорее, от кого это критикает. К примеру, расшифрую, да? Кира, наверное, скорее послушает критику какого-нибудь дизайнера или главного редактора, чьё мнение действительно важно, да? И это профессиональное мнение будет. Я послушаю критику режиссёра, чьё мнение я уважаю и которое тоже будет профессиональным. Ну, скажи мне, ты всегда довольна своими работами? Нет, я всегда недовольна своими работами. Как-то так получается. Но ты пересматриваешь картины, которые были два-три года назад? Нет, я не пересматриваю. И многие из тех фильмов, в которых я снималась, они не вышли. Но, тем не менее, я получила огромное удовольствие от съёмочного процесса, и я ни в коем случае не жалею. Я благодарна каждому фильму, в котором я снималась, когда-либо принимала участие, потому что это бесценный жизненный опыт, и это память, большая память. Но когда я сижу в кинотеатре и смотрю, к примеру, на премьере, на своё лицо, на то, что я делаю на экране, в кино, это ужасно. В этот момент меня просто... я даже дышать не могу в этот момент. И мне становится так страшно и стыдно. Вот что касается критики, ты помнишь, когда вышел фильм «Ирония любви», как тебя раскритиковали депутаты некоторые? Да, ну это же как-то даже весело. То есть ты порадовалась? Я не порадовалась, мне было как-то смешно даже. И, наверное, немного обидно, почему наши депутаты обращают внимание на такие вещи. Неужели нет больше, более важных вопросов, которые можно обсудить в парламенте. И мне было обидно, когда позвонил продюсер, российский продюсер Ринат Давлетяров, и он... И он просто был в шоке. А Селя, почему? Почему они так говорят? Ну, за что? Ну, действительно, за что? Это романтическая комедия, очень лёгкая, молодёжная. Это история любви, совершенно такой чистой любви. И раскритиковать это как-то, мне кажется, это очень странно. Кира, вот вы себя чувствуете настоящей звездой? Я себя... нет, я себя не чувствую звездой. Скорее, мне очень приятно, очень благодарна за то, что людям нравится то, что я делаю. И мне очень приятно, что я могу доставить людям такую радость. К примеру, было очень приятно видеть сегодня девочек, которые так радовались со мной пообщаться. И с таким удовольствием рассказывали мне о своих любимых моделях, что им нравится, что бы они хотели видеть. Это всегда очень приятно. Но то, что касается именно моей работы, я гораздо больше внимания уделяю именно созданию коллекции, каким-то рабочим процессам. Вот удивительно, что вы себя очень скромно ведёте, но при этом я, наблюдая за вами, понимаю, что вы всё-таки ведёте образ жизни звезды. Вы приехали сюда сразу с двумя охранниками, да? То есть охранники даже сейчас присутствуют в студии. То есть рядом с вами директор по маркетингу, пиар-директор. То есть такая целая команда. И даже ваш папа прилетел в Астану. Да, но это у нас очень дружная команда, и мы все всегда вместе путешествуем. Даже вот когда мне было, наверное, с тех пор, когда я начала работать, с 14 лет, мы всегда вместе летаем. И это, наверное, такое, наверное, у нас... мне так интереснее, веселее. А охрана это... Ну, это скорее потому, что Кира очень хрупкая, молодая девушка, которая действительно нуждается в защите. Она привезла с собой кучу чемоданов, которые тоже нужно поднимать. А это целая коллекция, представляете? Хорошо. Аселя, недавно ты открыла модельную школу. Ну, скорее, открыла её не я. Учредителями являются другие люди, которые решили со мной посотрудничать. То есть они, можно сказать, купили твоё имя для своей школы? Ну, купили моё имя. Это, наверное, слишком так звучит как-то. Нет, не купили. Которые решили действительно со мной посотрудничать. И я помогаю им по всем вопросам. То есть ты преподаешь в этой школе? И в том числе тоже. Ну, не преподаю, но веду с детьми творческую встречу. Почему модельная школа? Не актёрская. Ты же не модель. Почему? Я с 14 лет работала в модельном агентстве. И, собственно, с этого и началась вся моя работа, вся моя деятельность. В 13 лет я закончила такую же модельную школу, с которой всё и началось. Потом меня пригласили в модельное агентство. После стали приглашать на кастинги в кино. Ты являешься не только посланником Киры Пластинина, сейчас ты стала лицом косметической линии. Да. То есть ты пользуешься этой косметикой? Да, конечно. Мне кажется, если я представляю этот продукт, то я должна на себе опробовать в первую очередь то, что я представляю. Поэтому обязательно пользуюсь. Также я представляю сверхскоростной интернет у нас в Казахстане. Видите, какой у вас посланник? Сверхскоростной интернет и косметическая линия. Да. Ну, так получилось. Но мне очень приятно сотрудничать с этими компаниями, потому что это всегда интересно. Это всегда что-то новое. Какие-то встречи, фотосессии и так далее. А ты видишь новых звезд на казахстанском кинорынке? Ну, не знаю. Мне кажется, с появлением новых фильмов появляются новые звезды. Ну, кого бы ты могла отметить? Из новых звезд? Ну, я думаю, что Жаужерек Монбала, этот фильм, открыл для нас очень много новых звезд. То есть мальчики, сыгравшие, как бы для них это первая роль, но они уже стали звездами, действительно. Потому что этот фильм полюбился очень многим. Кира, скажите, а с кем вы из российских дизайнеров и дружите? Ну, очень много с кем дружу. Мне кажется, на самом деле, мне кажется, такого нету за границей. Но в России все дизайнеры, ну, не все, но многие дизайнеры очень дружат, да, очень интересно общаются. И не кажется странным одному дизайнеру прийти на показ другого дизайнера. А для вас кажется странным? Для меня это не кажется странным. Просто вообще как принято, всем кажется, что в моде все дизайнеры друг друга ненавидят. Какие-то мега войны. Но у нас совершенно, по крайней мере, в моем случае, это совершенно не так. Я чудесно как всегда. В России появляются новые дизайнеры, которые совершенно, там, 2-3 года назад себя даже не позиционировали дизайнерами. Да, сейчас Ульяна Сергеенко, которая успешно продается и в Париже, и в Москве. То есть, что вы думаете о тех людях, которые вот внезапно решили в один день стать дизайнерами? Ну, мне очень приятно, что сейчас все больше и больше внимания и интереса появляется к русскому фэшену. И русские made girls наблюдают по всему миру. Их фотографируют самые известные и популярные стрит-стайл-фотографы. И русские дизайнеры представляют свои коллекции на разных международных недель моды. И мне очень приятно то, что у нас так все сейчас активно растет и развивается. И за каждого российского дизайнера я радуюсь, когда слышу о их успехах. Асиль, ну я тебя вот редко вижу в одежде от казахстанских дизайнеров. Да? Да. Ну, это от того, что мы с тобой редко встречаемся. Нет, ну я же слежу за твоей жизнью в социальных сетях. Нет, почему? Ну, иногда я бываю. Ну, кого ты любишь из наших? Салта, Куралай Нуркодилова. На самом деле очень много у нас сейчас дизайнеров, вот в одежде которых я могу ходить и мне очень нравится. Ну, а в чем ты, как правило, у тебя есть любимые дизайнеры, то есть не обязательно казахстанские дизайнеры? Кого ты носишь на те же самые красные дорожки помимо Киры? Киру. Помимо Киры, ну у меня нет такого единого предпочтения, фаворита какого-то, кроме Киры. Ну, мне кажется, я тоже помогу. Асель, у меня тоже очень часто спрашивают этот вопрос, спрашивают, кого я сама ношу помимо себя. И мне всегда очень тяжело ответить на этот вопрос, потому что после каждой недели мода, каждые полгода выстреливает какой-то новый дизайнер, какая-то новая марка, даже которая не новая, а уже много лет существовала, у них что-то меняется, или они какую-то создают фантастическую коллекцию, которая вдруг очень и всем начинает нравиться. И поэтому как-то каждый так все быстро меняется, очень тяжело какого-то, наверное, одного человека, по крайней мере, мне, наверное, тебе можно и так же выбрать. Да, ну это интересно, когда появляются новые дизайнеры, новые идеи, и хочется как бы их приобрести и одеть. Ну завтра Асель Сагатова может стать дизайнером одежды? Ой, я не знаю. Ну, вчера открылась модельная школа Асель Сагатовой, завтра появится другой инвестор, то есть это возможно? Ну, мало ли. Поживем, увидим. Спасибо. Я думаю, что в ближайшее время ты все-таки выберешь какой-нибудь достойный сценарий, и мы тебя снова увидим на больших экранах. Ну, скоро будет премьера «Охоты за призраком» на большом экране. А чей фильм? Это фильм казахстанского производства, но в ролях играет очень много актеров с разных стран. Ну вот скажи, вот «Охота за призраком», да? Фильм уже, получается, наготове, вот-вот скоро выйдет. Но почему мы так мало о нем слышим? Честно говоря, я не знаю. Это, скорее всего, вопрос производителям. Я сама, если честно, не знаю до сих пор конкретную дату выхода этого фильма, но надеюсь, что очень скоро. Вот это очень плохо, потому что есть фильмы, как ты говоришь сама, о которых ты снималась, но они не вышли, да? Ну, это было очень давно, тогда, когда финансирование было совсем практически нулевое у нас. Но сейчас ты вот чувствуешь, что финансирование уже получше? Конечно, конечно. Сейчас я чувствую очень сильную поддержку со стороны правительства, и у нас действительно динамично стало сниматься кино. А те фильмы, про которых я имела в виду, они снимались в начале двухтысячных. Ну что ж, я очень надеюсь, что скоро мы тебя увидим на больших экранах нашей страны. Кира, спасибо большое, что приехали к нам в Астану, спасибо, что пришли к нам на интервью. Вам всего 20 лет, ваша жизнь только начинается, я думаю, что мы за вас порадуемся еще очень много раз. Спасибо. Спасибо. Чаще приезжайте к нам в Астану. Вы смотрели программу Статускло, не забывайте включать телевизор каждый четверг на телеканале Астана в 23.50. Всего доброго.